Люди театра занимают места в зрительном зале по особым случаям, будь то сдача нового спектакля или юбилей коллег по цеху. 80-летие заслуженной артистки РСФСР Эммы Ивановны Арсеньевой – праздник для всех причастных к театральному искусству. В этот день звучали теплые слова поздравления и благодарности за добросовестный труд и преданность любимому делу. Ну и, конечно же, аплодисменты. Дай Бог, чтобы еще долгие-долгие годы вы блистали на сцене, чтобы у вас были свои спектакли, чтобы у вас был свой зритель. 80 ярких лет жизни и столько же ведущих ролей на сцене. Эмма Ивановна училась актерскому мастерству у последовательницы школы Константина Сергеевича Станиславского, актрисы и режиссера Веры Павловны Редлих. Я предпочитаю и во главу ставлю школу Станиславского – русскую психологическую школу, которую очень многие поклоняются на Западе. Очень много театров идут по этому пути и пользуются постоянным, неприходящим вниманием и любовью зрителей. Любимая профессия, как смысл жизни в театральном отделении детской школы искусств номер два, Эмма Ивановна взрастила не одно поколение молодых актеров. И со всеми своими учениками она охотно делилась жизненным и профессиональным опытом. Получается иногда, что жизнь наша раздваивается, одна жизнь на сцене, и она иногда занимает больше времени и внимания, чем жизнь личная. И это очень опасно. Почетная грамота за вклад в развитие театрального искусства, цветы, подарки и творческий сюрприз от коллег. Свой юбилей Эмма Ивановна отметила, как и полагается, на сцене в кругу единомышленников. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.